Друзья, всем привет! Сейчас в сети активно муссируется интервью Натальи Бочкарёвой, которую она дала журналистам. Дело в том, что вчера, 17 августа, в день рождения мог бы ответить Олег Павлович Табаков. Ну, вы помните, такой Олег Павлович Табаков. Это герой скандала, который устроила Елена Проклова буквально, наверное, полгода назад, когда она обвинила его в домогательствах к себе, к своей юной особе, к тому, что он принуждал её заниматься сексом, когда она была ещё девочкой, малолетней девочкой. Ну, по-моему, эту историю знают все. Её обсудили на многих каналах, и как бы между собой люди обсуждали на своих кухнях. Я в эту историю, конечно, верю. И, естественно, я думаю, что если у мужчины есть к этому делу склонности, то он не остановится. Тем более, если он при власти имеет доступ к молодому женскому телу, а он к тому времени, когда рассказывает Наталья Бочкарёва, он уже был руководителем театра. Я не о каких, как она говорит, о каких-то там дружеских чувствах, друзья, я в это не верю. Вот она говорит про то, что он ей помогал, он ей давал денег, когда у неё не было денег на съём квартиры. Он ставил её в пример другим студентам. Она говорила, что другие студенты, когда он взял её в свой спектакль, в свой театр на одну из главных ролей, то другие студенты должны были бы вообще меня убить. Но такая симпатия, возникшая просто на пустом месте, особенно после откровения Елены Проклова, я в это не верю. Он мужчина, у него в подчинении куча молодых девчонок, которые за роль в театре готовы на всё. По поводу того, что кого-то люди пишут, ой, да нет, не может быть. Понимаете, они все идут на это сознательно. Ну то есть, когда, это моё восприятие вот этой ситуации, когда ты как бы входишь в этот мир, у него свои законы, ты либо их принимаешь и становишься известной актрисой, либо просто живёшь в этом мире, либо ты их не принимаешь, выбираешь какую-то другую профессию. То есть, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. А в этом монастыре именно вот такие правила. В шоу-бизнесе, когда муссируют вот этот тоже скандал с Меладзе, с Константином Меладзе, что он многим девчонкам из Виагры предлагал кекс с собой. Ну понимаете, многие, естественно, соглашались, ну потому что такие правила игры. А несознательно на это идут. То же самое в театральной среде. Хочешь роль, пожалуйста, давай режиссёру. То же самое касается индустрии производства фильмов в Америке. По этому поводу есть художественная литература, по этому поводу есть многочисленные свидетельства актрис. Другое дело, я считаю, что Елена Проклова правильно взяла и рассказала. Понимаете? Потому что другие вот эти вот такие стареющие ловеласы, они, может быть, сейчас уже поостерегутся предлагать молодым девчонкам, вынуждать их на такие вещи. Потому что ладно раньше, когда вот как бы всё это произошло с той же самой Прокловой или с той же самой Бочкарёвой, но это моё предположение, потому что она в этом не сознаётся, и она про это не говорит. Это я просто додумываю. Тогда не было никаких средств связи, на которые можно было бы это заснять как доказательство. Сейчас есть вот эти мужики не дураки, но они должны хоть чуть-чуть поосторожничать. Ну хорошо, заставишь ты женщину сделать то, что тебе нужно. А где гарантия, что у неё в кармане не лежит телефон и не записывает? Ну пускай хорошо не видео, а тот же самый звук. У нас вот далеко ходить не надо. Понимаете как? Такие вещи происходят рядом с нами. Я сейчас не про секс-скандалы говорю, а про дачу взяток, арест официальных лиц, которые имеют власть. Вот у нас прям буквально мэр нашего районного центра в наручниках вывели за взятки. Вот это как? Это опять же слухи. До меня такие донеслись. Утверждать не буду. Я сама, друзья, наручников не видела. Глава этих местных муниципалитетов постоянно на этом деле залетает. То есть, понимаете, если раньше все вот эти беззакония творились потому, что их никто не видит, то сейчас у всех людей есть вот средства связи, которые могут писать свет, звук. На это же дело повёлся тот же самый Дзюба. Понимаете, как тоже послал кому-то видео своё. Ну вы помните Дзюбу, голову Дзюбу, футболиста, капитана нашей российской сборной по футболу. И чем закончилось вот это вот его видео, какой скандал был. Мало того, между прочим, его сейчас в капитаны российской сборной не берут. Вы это знаете, говорят, что стареющий Дзюба. Уж не знаю по каким причинам, но в капитаны его пока не берут. Ему даже играть толком не дают. Вышел в матче на пять минут и опять его посадили на скамейку запасных. Ну так вот, и вот то, что Бочкарёва рассказывает, но она, как бы, понимаете, в таком хорошем ключе о нём рассказывает. Когда я вот это читаю, после того, как я послушала про Оклову, после того, ну как бы, серии вот этих признаний российских актрис в домогательствах свой адрес, когда я читаю вот то, что рассказывает Бочкарёва, я не верю. Я ей не верю. Потому что, ну, я думаю, что она просто умалчивает. А там, не знаю, не знаю, не знаю, как вы считаете, что там было на самом деле. Кстати говоря, Бочкарёву я первый раз увидела, когда она играла роль, есть такой сериал, российский, «Туристы» называется. Прикольный, как, в общем, наши люди отдыхают в Турции. И вот Бочкарёва там играла такую отвязную женщину. Там я её увидела первый раз. Это было давно. А вы знаете, чем закончился скандал с Натальей Бочкарёвой, когда её остановили сотрудники ДПС и обнаружили, что актриса в каком-то неадекватном состоянии и обнаружили, что она хранит при себе наркотики. Ей дали штраф в 30 тысяч, присудили к штрафу. Преображенский суд в Москве приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей за хранение наркотиков. Наталья рассказала, что не знала, что в пакете, который нашли при ней, были наркотики. Однако признала свою вину в том, что сама не обратилась в полицию, обнаружив его. Суд постановил уничтожить купюру со следами кокаина, изъятые у Бочкарёва при обыске. Бочкарёва также просила освободить её от наказания в принципе, поскольку переводит деньги в благотворительный фонд. Друзья, ну в общем, Бочкарёва, как умная женщина, ещё на стадии следствия призналась, что кокаинда она хранила, не стала отрицать, и поэтому так дёшево отделалась. А её концертный директор сказал, что многие звёзды употребляли, употребляют и будут употреблять различные запрещённые вещества. Ну вот как-то так. Вот такая новость сейчас всплыла, благодаря тому, что вчера у Олега Табакова мог бы состояться день рождения, то есть нашлась вот актриса, у которой тоже есть какое-то прошлое, но у них у всех... Вот я вас повеселила такими новостями. Всем пока!